Мост достаточно ненадежный, сами видите, он лежит практически на льду А мы попробуем спрыгнуть Ребят, вот такой у меня трапик получился, как вы сами видели Конечно, впечатление такое, ну, ощущение, ого-го Я вам скажу, давайте сейчас закроем, попробуем, да, не будем закрывать Спустимся так в реку Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, понесло меня еще в Киеве Опа, понесло бы Ой, блин! О-о-о-о! Ха-ха-ха-ха Вы видали? Ха-ха-ха Ой, блин Так, ребята, главное рулить надо теперь Ха-ха-ха Класс О-о-о Ну, я вам скажу, немножко очканул, конечно Конечно, очканул Ха-ха-ха Ой, блин Что происходило здесь, конечно Он меня снесло вообще мощно Класс 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 Книжке дают сигнал, что все в порядке Что я живой Чтобы он не переживал Он волнуется там Так, ну вот, ребята, ухасили, что унесло течением На спокойную воду Да, вот такое вот переправо здесь случилось у нас Думали мелко, оказалось быстро Так Так, ладно Ну что, попытаюсь прорваться ему навстречу, что ли Как другу-то в беде такое бросать Нам еще предстоит пробраться вот через вот этот маленький бурелом Поверьте То, с чем нам пришлось столкнуться сегодня По сравнению с этим Этот бурелом кажется Незначительным Кустарником Вон, Васильич там бибикает Так сказать, призывает Вездеходов должно быть много и разных Предлагаю вашему вниманию Вездеход Лесник М-Север Простой, недорогой и надежный вездеход Для тех, кому не надо выполнять сверхзадачи При покупке приятный бонус по коду Герасим Шир Подробный обзор вездехода в описании Ха-ха, мне теперь еще надо будет пробраться по этим бебрям По завалам Капочки Так, вон вижу, выбрался на берег Все Все, вылез Друзья, самое обидное будет, если получится, что камера 360 не досняла до конца видео Потому что я когда поднялся, почему-то запись была выключена Хотя она и начиналась Будет очень обидно Я решил пробраться-таки до Герасима Васильевича Не знаю, как мы отсюда будем выбираться на дорогу По реке вверх мы точно не поднимемся Так Сами видите, сколько здесь старых лесоповаленных деревьев Так достаточно свободно, но очень глубокий снег Я проваливаюсь Прямо по самые бубенцы А, Васильич поехал Это хорошо Это хорошо, только мне Не очень хорошо Так 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 Тут еще бывают Попадают с острые ветки Что очень неприятно, надо сказать Я в общем и целом Идти Ой, извините Идти Можно Можно Где Мишка? Кто первый Мишка увидит, тому медаль Ого-го Вон он Мишаня Мишань, я сейчас попробую вот здесь перескочу Туда и по верху уже пойду Вот здесь Вот здесь Сейчас попробую перепрыгнуть Ну как круто меня унесло Да Ты прям Я испугался там, блин Ты прям супер пловец Видел вот эти вот буруны-то которые Я думал там Лепоком у них как зашел Елки-палки Камушки я думал там Обратно через мост поедем А? Обратно через мост поедем Да Можно попробовать Вариантов нет Почему? А как ты по такому течению переберешься? Выше будем где-то проезжать его? Вот здесь можно Так же туда сброситься Ну подумаем По тому берегу пройти Да Ребята А я продолжаю свой нелегкий путь Мне еще нужно добраться до шерпа Путь очень нелегкий Очень далекий Да я убрался Пойдите Видим пучки Пучки уже проснулись А? Пучки комары проснулись уже Видишь ходят Все Житуха в лесу начинается потихоньку Да Вон паучок ползет Давай Аааа Ааа Все я спасен Наконец-то Да Вот так вот Да Да Покучие на них даем Опа Опа Оба 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 А можно прям вот так зайти туда? А можно прям пойдем? На входе пойдем Да-да-да, я все верю Была табличка, что здесь особо охраняемая зона охотничьих этих самых Короче, зона воспроизведения животных запрещена, но мы рыбаки, мы не охотники О, ребят, только посмотрите, какие каменные поля вон идут Камни, 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 все Как здесь дорогу-то делали, а? Смотрите, какой В болоте, камни, камни, ледник шел, все эти камни молол, перемалывал, волочил, тащил Ужас Ужас просто В конце окраине тут Далеко, километр наверное Красиво Красиво Сколько здесь змеюк на них греется летом Ого Камни Видели видео, когда глухари нападают на людей? Вот Надо на такого же глухаря попасть и самооборону произвести Опасные зверюги между прочим Дорога из чего? Дорога песчаная Песчаная дорога с моей Видите? Песчаная дорога Что скажу? Ну куда нарывал? Вот, народ Пока ходил, спасал Герасим Васильевича Порвал хлам Порвал хлам Весь свой Крас Весь свой костюм Видите, как сижу О, бесплатнее вам показываю Проветряюсь Ковбой А? Ковбой Ковбой, да Продолжение следует... Делает Продолжение следует... 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 дальше ставится насадка бродяга бродягу нам переделали насадку она теперь под воздуховод диаметром 100 совершенно новый бродяга еще и у нас повоняет теперь есть контакт я собираю второй раз никуда не тороплюсь там уже некуда торопиться ребят мы приехали уже на отдых вчера мы ездили на разведку на одно озеро думали там останемся но так как там рыбы гулькина мулька туда не поехали не остались там и решили приехать сюда куда и намечали сразу же поехать ну вот ребят все даже у меня за 10 минут получилось ее собрать жара будет короче ух точно я наломал немного хвороста для растопки для приготовления слева нашего насущного осталось только допереть его хворост это до вездехода делаем растоп делать я это буду газовой горелкой потому что ну нет никакого желания там добывать палочкой огонь потом этот огонь переносить в печку ну хочет заморачиваться пожалуйста ради бога пошел эти чуть-чуть в лед продавилась подставка все ее теперь не сдвинешь а дефлектора отводят тепло возвращая то здесь можно разложить дровишки там сохнуть на эти дефлектора очень удобно вот сюда положить варежки сушить но это уже на сами доделали все как мишка руки свои приложил молодец мишка молодец так заносим второй холодильник у нас теперь два одинаковых корма бокса новый совершенно видите чего надымилась здесь как это обгорает краска умный кумар у нас открываете окна двери фуфуфуфуфу фуфуфуфа хуй фуфуфуфуфуфуфюфу ну а вот я не обжигал я его ребят еще не обжигал краска обгорает обязательно перед использованием новой печки обязательно его обожгите чтобы у вас вот такого ну и конечно же ребят самые приятные моменты в таком деле это звонить домой ближайший населенный пункт от нас в 100 километров здесь звонить можно алло привет жена как дела у меня тоже хорошо чё там же делает гиргер оч кушает рассказывайте что вы там делали чем занимались как там хан поживает загуляли вы его а мы тут на льду у нас холодно здесь снег везде ураган был у нас нормально дома все да ну хорошо ладно ребятки я вас целую люблю все вот так ребят связь у нас тура и в принципе покрывает всю страну кроме камчатки там чукотки а так мы везде с нее звоним сейчас мешаньки будет сеанс связи я еще маме наберу позвоню вот такие вот маленькие радости в этой цивилизации надо дровишку подложить подложить неплохая связь в чем ее фишка это у меня стоит в телефоне вернее у меня даже не телефон а специальная приставка которая по вайфаю связывается с моим смартфоном установлена программа и все мои контакт-листы интернет прочее прочее у меня могут выходить через спутник ну могу звонить то есть у меня нет специального телефона вот там стоит вездеходе телефон который настроен на спутник сейчас и я спокойно здесь хожу в радиусе 50 метров спокойно общаюсь как на обычном телефоне звонки мне приходят баланс у меня обычного мтс а симка мтс можно мегафон можно билайн поставить обычный баланс там стоит где-то 100 100 чем-то рублей короче минута но вы если год не разговаривать вот пришла смс если год не разговариваете то значит ну год не будет вот кстати я сейчас жену попросил положить мне деньги на на телефон и давайте сейчас посмотрим вот наверно пришла смс к до поступил платеж от мтс спасибо что пользуетесь услугами мтс то есть мне звонят на обычный мтс и когда я звоню тоже получается с обычного мтс ну и не за что платим денег но когда этот телефон нужен тогда за любые деньги надо позвонить и ты позвонишь а так вы можете год не звонить у вас будет баланс на карточке сохранится как на обычном то есть то есть никаких проблем за что мне нравится тура я сама приставочка стоит там что-то около 35000 удобно живешь очень удобного час мешание может подключить свой телефон и сделать со своего телефона прям звонок но для этого надо было ему скачать программа он ее не скачал вот так что он будет звонить с моим логика наш друг вот так ну все ребятки будем мы дальше рассаживаться и очень хочется кушать будем сейчас готовить супер ужин я вам это покажу герасим василич у нас жает яичницу я подготавливаю вездеход коснул сейчас все это барахлишко мы перекинем что-то вперед что-то сюда и баста у нас уже теплым воздухом дует отлично все так ребятки ну чё решили мы сделать яичнику другое уже делать вообще ли лучок чуть-чуть поджарим чуть-чуть чуть-чуть лучок поджарим какая у нас бусочка стальные бивни это ножи которые проверила время с которыми не хочется расставаться отличный инструмент верный помощник и друг в ваших руках наш выбор якутские ножи от стальных бивни пусть это станет и твоим выбором как говорит рашид до золотистый цвет жарим лук до золотистый цвет такой рашид делает плов кто не пробовал тот вообще не знает кстати скоро вам покажем как делать жарим колбаску сделаем яичнику так ребят ну вот все вездеход готов приему желающих отойти ко сну посмотрите все в каких-то рачках ребят дергаются труны 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 все двигаются интересно что это такое что это за живность такая ничего себе какая красота вот это да вот это ребят удивительно если происходит вся вода в каком-то рачке может мотыль не знаю что такое угодно угодно только глупец может есть вилкой приятного нам аппетита друзья врачки плавают у нас даже окунь вася завелся здесь сейчас я вам покажу он здесь приходит стоит клевать не хочет стоит что-то разглядывать разведчик наверно смотрите а укунь вася уплыл уже он где-то рядом а где-то рядом отплывает уплывает один такой небольшой матросик бедному не спится ему все спят а ему не спится мишка смотрите как перья распустил ну да видите костюм граф позволяет сделать так модно очень удобно и он еще позволяет ребят спасти вашу жизнь если вы провалитесь под лед он даст возможность на него выбраться обратно то есть он плавает он не даст вам утонуть и вы сможете самостоятельно можно выбраться на лед ребят чем они правда подкупают таким что вот у нас были фоксы там плавки другие желтые таки они такие знаете как дубовенькие особенно на морозе ты ходил уже как этот робот вартер этих все эластично все мягко очень нравится на коленники хорошие на коленнике плотно когда эта штука удобно на заднице такие же анти анти проскользины не удобно удобно для весны очень хорошо они бывают двух видов вот эти вот нами до минус 15 и есть до минус 50 костюм до минус 15 наверно они сама больше оправдывает плавка потому как именно в такую погоду минус 15 это в спокойном вернее наверное в не спокойном в спокойном сидеть ловить вот мы ловим вот сейчас на улице минус там наверно 5 8 где-то мы просто термухи ловим и штанах либо вот я хожу просто флиску одеваю поверх это вездеходе кому интересно ссылка в описании будет посмотрите действительно такие стоящие вещи ну вот пробуем первый сезон пробуем смотрим пока все очень нравится пьем чай и пойдем наверно мы отдыхать изба натоплена даже окунь вася пошел спать да кстати даже украине вася нет вот он резко убежал может щука пришла щука муха так мы все ребят чай попили поели вкусно будем ложиться отдыхать люди 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 вы слышите меня у нас наконец-то случился отбой мы его ждали весь день вы ждали за герасим васильевич да все себе отбили как ты живу себе этот отбой наступит вот он наступил у нас сегодня отбой завтра у нас можно составить можно состояться должен состояться прибой а след за ним супер рыбалка какая должна состояться наконец-то ехали ехали до нее ждали знали ехали мы ехали приехали познакомились с окунем васей вот такой пацан да только мне кажется его щука сожрала пока он наш прикорм жрал кто-то там подлетел как вздыбил все походу вася съели ребят мы ее назвали муркой мурка съела ваську это большая трагедия это вообще серьезная трагедия короче шкина к карман короче опять бабушек через дорогу не переводит не я перед поездкой перевел одну бабушку так что нам должно повезти в этот раз на рельсы и вывел за закрытый перейдь зачем за заново за мной подсмотрел началось все с того что просто мишка говорит ой как я сегодня боялся ехать как боялся ехать вот хорошо что он на мосту сегодня остался когда меня унесло вот это то бы он боялся видеть там какие волны были не страшнее там капец он говорит ой ты уехала вдруг ко мне бы волк вышел где-то меня бы съел нормально нет нормально меня там на пороге унесло значит его волк может выйти и съесть волк сидел и ждал когда же мишка или кто где-то другой выйдет на мосту будет стоять а вездеход унесет и он придет и съест того кто остался до мосту какой коварный волк вот собственно поэтому мы и начали этот разговор весь все ребят пока до завтра до завтра